Привет из прошлого. Пока праздники не закончились, решил сходить на фотопрогулку в ботанический сад. Взял фотоаппарат. Если повезет, засниму салву. Я надеюсь, не попаду в снегопад, как это было в прошлый раз. В общем, удачи мне. Вот пришел к старой оранжереи ботанического сада, и вот здесь вот на Боярышнике в прошлый раз сидели черные дрозды. Это большая редкость на самом деле для города, потому что они уже вытеснены другими видами. Но вот в прошлый раз мне удалось их сфотографировать. В этот раз их нет, жалко. Пойду вглубь куда-нибудь. Вот смотрите, зашел немножечко в лес и нашел вот такое вот гнездо огромное, явно хищной птицы. Интересно будет посмотреть. О, вон она летает, кстати. Ё-моё. Не знаю, видно будет. Пролетело, короче, только что. Главное, под ним четко стоит скамеечка утащенная вглубь. Кто-то здесь сидит и не знает, что над ними такое гнездо огромное. Очень красиво в зимнем лесу. Сейчас такая погода просто волшебная. Единственное, что смущает, то, что все здесь спещрено тропинками. И периодически вот находишь вот такие вот вещи. Наводит на не очень хорошие мысли. Я вам не собачка копала. Только что дятла видел. Долбит себе спокойно. Ну, а я иду по тропинкам, по этим, в лес в поисках совы. О, смотрите, на дереве притаилось гнездо дрозда. Причем он его так забавно сделал. Прикрепил к стволу дерева ветку. Прикольно. Посмотрите на этот просто офигенский, тихий, зимний лес. Вот я хожу, все, поглядываю на такие вот дупла. В надежде, что там сидит какая-нибудь мордочка. Но что-то пока все неудачно. Очень, что-то неудачно. Немного страшных. Вот, смотрите, еще одно гнездо огромное нашел. Тут прям популярное место для проживания хищных птиц. Ну, и я, правда, нахожусь в такой закрытой заборном зоне. Иду дальше. Думал, что хожу здесь один. Останавливался послушать птичек. Слышал какой-то шорох. Присмотрелся. А это, кажется, женщина хотела присесть по малой нужде. Или по большой. Спугнул. Совы все еще нет. Но есть дятлы в огромных количествах. Вот уже четвертый. Единственное, что я не могу понять, кто протаптывает все эти опинки. Тут их очень много. Либо работники ботсада, либо фотографы зимние. Просто как-то не верится, что просто так человек будет здесь бродить. Сам по себе. Хотя красиво, безусловно. Короче, брожу уже два часа. Ни одной совы, к сожалению, не встретил. Из чего вообще я решил, что здесь есть совы. Потому что однажды вечером, когда я шел, я увидел сову. Правда, у меня тогда не было фотоаппарата нормального. Я сделал небольшое видео, на котором достаточно плохо видно, но видно, что это сова. Она была белая. Вот. И сегодня что-то как-то неудачно. Понятное дело, что они сейчас спят, поэтому я их выискиваю в дуплах. Столько дупл уже изучил, но что-то как-то не везет. А скоро стемнеет. Субтитры сделал DimaTorzok Я нахожусь в Астаньской Дуброве, я не знаю в какую сторону уйти. Направление GPS с ума сошел. Тут вообще никаких следов человека, но уйду вроде как в правильном направлении. Главное не столкнуться с какими-нибудь дикими собаками, иначе это будет последним видео. Видимо, пипезным забрался Кирилл Николаевич. Люди АУ пока кричать не будут. Здесь красиво. Не страшно. Надо выйти, пока не стемнело. Так, это у нас следы зайца, судя по всему. Какой-то, блин, вздутый шарик, долетевший, хрен знает откуда. А мне куда-то туда. Зараза, такая вообще непроходимая местность. Хоть бы одна зверюха. По колено снег просто. Опять, у меня-то подготовлен. И, кстати, тяжело идти. Все, приеда начиналась. С зайчиком пойду. С пигайчиком. А, нет, туда не пойду. Мне туда куда-то. Фу. Я вот иду и думаю, как хорошо, что сегодня тихая погода и холодно, ветра нет. Еще не успело стемнеть. И, в принципе, у меня с собой телефон. В любой момент могу позвонить и сказать, что я где-то в лесу. Фу. А попал бы я так в снегопад в тот, ищи свищи ветра в поле. Впереди какой-то шум. Не знаю, что это. Пойду до света. Так, я нашел тут метку, в котором написано, что это высажено в восемнадцатом году. И вот там уже слышу звуки людей. К тому же иду по свежей выпутанной тропинке. Значит, я уже близко. Да, конечно. Начать Новый год с того, что заблудиться в ботаническом саду. Ну, там забор уже верил. Я знаю, где я. Слава Богу, вышел. Теперь я знаю, где я нахожусь. Взмок, правда, как ненормальный. А мне еще в магазин надо будет зайти. Ладно, сейчас еще пройдусь по месту, где я тогда вечером видел сову. Может быть, повезет все-таки. А если нет, то попрощаюсь. Еще одно гнездо. Что ж, первый блин оказался комом. Вот я прохожу мимо того места, где в сумерках увидел тогда сову. Кроме дятлов, никого. Надо будет в следующий раз лучше подготовиться. Сначала думал не выкладывать это видео. Думаю, ну, оставлю, так сказать, на память о том, как я заблудился в ботсаду зимой. Это было круто. Хорошо, что все хорошо кончилось. А на этом я с вами прощаюсь. Не заблуждайтесь, не заблудитесь в лесу. Вам спасибо, что смотрели. Если вы знаете, как найти сову зимой в лесу, пишите в комментариях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok